Два часа общения сенатора Александра Карпицкого с жителями Брестской области в этот раз прошли не так насыщенно, однако вопросы, заданные в процессе общения, были актуальны для многих. Как сенатору и как врачу люди звонили с просьбой рассказать, как вести себя в случае, если самочувствие оставляет желать лучшего, а симптомы схожи с реакцией на коронавирусную инфекцию. Интересовало людей и то, как проходит лечение таких пациентов, а также формат работы учреждения здравоохранения в сложившийся период. В сегодняшний день я оказался индивидом, потому что все 100% вопросов, которые задавались, они касались здравоохранения и в основном они касались текущей ситуации по коронавирусной инфекции. Наши жители спрашивали о том, как себя вести при первых симптомах коронавирусной инфекции, куда идти, кому звонить, меры профилактики всех, конечно, интересуют. Было несколько звонков, которые связаны были с госпитализацией родственников, пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, которые, скажем так, не знают родственники, куда их госпитализировать для лечения и обследования. Как правило, вопросы медицинского профиля составляют порядка 30-40% от общего количества озвученных тем. Все же основной профиль деятельности Александра Карпицкого – медицина. Нередко люди просят помощи и консультации по юридическим аспектам, нюансам урегулирования трудовых отношений, занятости и многим другим. И что важно отметить, в последнее время это не жалобы, это просьбы рассказать и объяснить. В основном вопросы, которые задают граждане, касаются решения личных вопросов, личных каких-то проблем и личных вопросов. Я бы только, конечно, отметил, что с моей точки зрения более доброжелательно стали задаваться эти вопросы, более внимательно слушаться ответы, ну и такое общение не на повышенных тонах, а на умеренном, нормальном тоне, в общем, как должны общаться люди. Впрочем, 2020 в должности сенатора для Александра Карпицкого прошел результативно. Благодаря таким открытым диалогам ему удалось реально помочь достаточно большому количеству граждан. Практика проведения прямых телефонных линий будет продолжена.